здравствуйте друзья некоторая предыстория значит человек спрашивал он там фотограф в украине спрашивает вот у него всего 1000 долларов как вот ему приехать не ехать он грин карту выиграл лотерею как ему быть я объясняю как быть с 1000 долларов буквально вчера и тут у нас значит комментарий который я вам сейчас зачитаю может быть знаете что прежде чем зачитаю я расскажу откуда взялось название этого видео в этом сериале 16 серийном там одноэтажная америка там позднее с ваней орган там едут и один из сюжетов ближе к концу там показывают семью афроамериканцев где-то вот там на на атлантическом побережье где-то с той стороны и они как бы такие буржуйчики богатенькие такие афроамериканцы такая семья все такие солидные хорошо одеты ну и там вот один значит из них позднее говорить что ты пойми это он делал ведь не в том там какого-то цвета или там что-то то есть очевидные вещи это дело в том вот какой ты вот что-то за человек какой-то человек вот так тебе этом и и будет и но это возмущает естественно позднера и он дальше говорит так многозначительно он говорит но есть и другая америка говорит он и дальше показывает такого как он даже объяснить такой знаете наперсочник такой афроамериканский такой наперсочник и может быть даже курнул пару раз так он немножко вот такой вот и он объясняет что белые должны черным значит компенсацию за то что те были какое-то время в рабстве какой-то такой но есть и другая америка говорит позднер и я вот тоже так в такой ситуации оказался что мы сегодня поговорим о другой америке читаем письмо которое меня побуждает уже когда михаил с таким тоном начал читать это письмо вот тут то письмо я уже понял о чем пойдет сейчас речь он понял сразу михаил а если бы он был начинающий программист или тестер с начальным капиталом в тысячу долларов вы бы нашли как его сюда привести то есть он как бы на меня нападает то есть я я в чем-то провинился эти люди агрессивные другая америка агрессивная я не очень согласен точнее есть много недосказанной информации в вашем видео я правду скрываю хочу огласить ключевые слова в этом видео срочная работа по прилету действительно с 1000 долларов приехал срочная работа по прилету прямо с трапа первая работа вторая работа рестораны стройки жизнь в хостеле опять стройка проще выживать потом потихоньку фото видео услуги через газету с американцами скобках пишет на побегушках для него с американцами работать это на побегушках так хорошо денег не заработаете разовые проекты но этому про фото работу что сначала начнет то он там сильно не заработает что чистая правда на самом деле потом опять и говорим про вес помогут устроить настройку к людям я бы к людям иди чтобы первую работу получить а чё не помочь хорошему человеку настройку устроить и вот он возмущен и под этими советами комментарии к данному видео аналогичные все добрые добрые в кавычках и очень почему-то отбивающие всю охоту ехать в америку потому что это другая америка друг другая америка не твоя а давай мы сейчас про твою и это все для творческого человека у которого есть большими буквами грин карта стройка вопросительный знак ярослав теперь слушай сюда вот теперь советы от другой америки езжай любыми способами все это большими буквами правдами и неправдами вот неправдами это это хорошо так займи денег где хочешь значит я говорю как заработать денег а он говорит займи действительно это же кардинально другой способ так больше такой возможности не будет миллионы людей мечтают о грин карте мы в этом смысле не разошлись то есть я тоже говорю езжай аж не говорю дома сиди в калифорнии есть город сакрамента вот сейчас мы все узнаем про сакрамента вполне приемлем для твоего бюджета это абсолютный бред я сам лично оттуда стартовал ну расскажи как стартовал вот тебе мои ключевые слова вот его community college а жить на что она он же одолжил так фафса фафса это грант на обучение государственное когда у тебя нет высшего образования другая америка имея высшее образование легко пишет там в анкетке что его нет и им тоже дают хотя это очень грубое нарушение серьезно как не рушит это преступление но там случае у него замечательно он без образования все это поможет тебе подняться на ноги и начать реализовать то что ты задумал да значит community college фафса welfare welfare это другая америка друзья это не так что вот вы у нас тут на канале вы знаете как на welfare молодой здоровый парень приехал и на welfare когда есть green карта у тебя есть намного больше возможностей чем только стройка из горящей задницы лететь на первую попавшуюся работу ту что берут нелегалы ладно не цепляюсь карфографии то что берут нелегалы green карта это как гражданин америки все те же права только голосовать не можешь множество соцпрограмм и соцпособий помогут выучиться бесплатно дадут пособия для старта будет где жить и на что питаться welfare это по высокому стандарту пойдешь в колледж оплатит и образование и еще стипендию дадут выучишься на фотографа видеографа будет тебе работа работы в студиях для про дофига особенно в калифорнии ну конечно же все те колледжи учился это же серьезный профессионал не езжай в другие города господи зачем там же все свои а пока без стресса спокойно можешь жить и учиться а зачем тебе стресс еще сюда работать приехал это вот пусть нелегалы там настройки и не рвать себя и не губить на стройках не губить на стройках поверь есть варианты их много но здесь тебе об этом никто не скажет вот он этот портнов жидовская морда он тебе не скажет чистую правду он тебе только вот развести хочет на бабло правда у тебя бабла нет но это ты можешь одолжить короче друзья значит мы так пошутили а сейчас мы серьезно поговорим на эту тему я только вот выйду из того капкана в который тут попал а мне как раз помогает товарищ отъезжает вот и тогда мы поговорим на эту тему всерьез надо сказать друзья что разные иммигрантские тусовки не всегда относится друг другу доброжелательно вот например скажем если вы пойдете на форум где превалируют люди ну скажем приехавшие по рабочей визе я не называю специально так чтобы там лишний раз но есть такие и вы увидите что они недолюбливают беженцев они относятся к тем кто по гринкарт лотереи как тоже в общем каким-то не совсем правильным людям которых привозят страну они никакой ценности из себя не представляют вот то ли дело вот те кто действительно вот их привезли за какие-то достоинства они те которых привезли за то что они там где-то родились если вы пойдете на форум где играют в гринкарт лотерею вот например говорим про вес там исторически недолюбливают тех кто по беженской визе особенно если речь идет о получении социальных пособий там не любят разговоров о политическом убежище потому что там как бы люди какие-то истории сочиняют а мы все по-честному вот мы по-честному играем в лотерею мы никого не обманываем там ничего такого короче есть такие ну как бы антипатии соответственно какие-то темы то может быть замалчиваются там и так далее и вот на форуме говорим про вес а я там ну уже лет 15 но меньше меньше там ну с момента создания 13 12 и там тоже вот вот это вот другая америка она постоянно пыталась что-то такое рассказать люди которые там тусуются и администрация форума она к этому относилась плохо потому что за всеми этими рассказами просто перла ну незаконная какая-то такая деятельность и так далее тем не менее на форуме были люди которые зная что в элфер как бы не не поощряется вот это вот все они так как-то в скрытой форме другими словами это все называли и так далее но но в общем это там пробивалось и вот в какой-то момент после когда очередной раз там конфликт какой-то возник и с моим участием естественно и вот я написал некий текст который владелец форума вывесил от своего имени вот а я там уже дальше дописал там под этим текстом но нужно было однажды разобраться с темой элфера пособий там и так далее не только с этической стороной но и с юридической тоже я дам ссылочку под описанием в описании к этому видео я дам ссылку на эту тему надо поискать она там где-то висит называлась в элфер закон и эти катами вот как-то вот так это все называл значит первая часть почему мы про этику говорим потому что как каким-то странным образом так получалось что вот эти комьюнити такие общины религиозные их много в сакраменто их много в штате вашингтон их много в оригане и так далее там как-то принято тот приехал и сразу на вэлфер но они не ехали по лотереи они ехали по беженской визе и это совсем другое дело потому что по лотереи вы как бы обязуетесь не быть то что называется public charge то есть вы обязуетесь не садиться на шею обществу и когда вам визу дают чтобы вы могли въехать в страну по гринкарт лотерея значит от вас ожидается что вы предъявите какие-то там значит основания для того чтобы было понятно что вы не собираетесь идти на вэлфер и одной из одной из серьезнейших претензий к гринкарт лотереи и поводом для ее прикрытия аргументом для ее прикрытия было то что существенная часть очень существенная часть скажем так больше половины я видел цифру там 65 процентов людей приехавших по гринкарт лотереи то есть казалось бы не должны сидеть на шее общества 65 процентов оказывались на вэлфере в течение чуть ли не месяца и это именно то что вот предлагает нам сделать другая америка но все-таки значит люди которые ехали по религиозным всяким делам они они статус беженца и не предполагается что они с первого дня идут работать они могут не работать не знать языка там и так далее так это как бы часть часть процесс но поскольку они систему просекают да то есть они видят эту систему дальше они начинают советовать другим как под нее закосить вот приезжает здоровый физический человек приезжает гринкарт лотереи то есть он брал обязательства не садится на шею общества а работать и дальше могут дальше ты чё ты уже в стране пацан давай вот сейчас идешь на вэлфер идешь туда идешь сюда вот тебе бесплатно тебе бесплатно будут тебя бесплатно будут учить пока ты будешь учиться тебе будут давать какое-то там пособие то есть вэлфер ты будешь продолжать получать вэлфер пока ты учишься там и и так далее значит но как сказать все это сопряжено с двумя видами мошенничества фрод да одно дело абьюз злоупотребление на другое дело фрод мошенничество это уже статья и есть два вида потенциально два вида мошенничества значит иммиграционная и то что называется был серпро иммигрейшн фрод или белфер фрод в чем состоит иммиграционное мошенничество человек идет на интервью к консулу американскому и лжет ему заранее знаю что у него нет денег на поездку заранее знаю что он будет обращаться за помощью всякие вот эти вот организации в которые он не должен обращаться и тогда он лжет если он скажет ему к так как вы то будете в житель скота я приеду сразу пойду на вэлфер получил фуд стемп и и буду два года значит там или три года учиться там на кого-нибудь все эти колледжи а в это время буду жить на вэлфер если он это скажет ему визу не дадут поэтому вот этот господин из другой америки со своими советами он советует людям сделать то что называется иммигрейшн фрод то есть он обманным путем получает визу он скрывает информацию которая является существенной для быть для принятия решения о выдаче или не выдаче этой визы да понятно да то есть обманным путем получена виза и это иммигрейшн фрод что с это что за это бывает и вообще бывает ли за это что-нибудь там могут сказать ну поскольку никто никогда никого не там не поймал и это все никого не интересует это чисто техническое нарушение но не больше того на этот вопрос отвечал алекс раевский на форме говорим про вес а он читает он такой как бы посвященный человек такой интересующийся читает очень много литературы всяко в частности бюллетени которые иммиграционная служба издает он утверждает я со ссылкой как бы даже что ежегодно примерно тысячи человек получает отказ при попытке въезда в сша повторного въезда то есть вот он приехал дальше он там засел на велфер с первого дня а потом поехал маму навестить обратно его не впустили вот таких примерно 1000 человек в год вот вот со слов раевского значит это иммигрейшн фрод другой фрод это велфер фрод значит вот он приехал с деньгами и приехал он с деньгами более более типичная ситуация когда у человека были просто сразу были деньги у него там было 50 тысяч или даже 10 и он приехал с этими деньгами он не может пойти на велфер потому что ему скажут ты должен сначала потратить то что у тебя есть а потом уже идти на велфер когда ты будешь достаточно для этого бедным и были люди кто с десятью тысячами кто со пятидесятью тысячами они говорят а у меня ничего нету это не вот я приехал у меня ничего нет вот ну да это называется был фир фрод то есть он получает пособия социальные без того чтобы у него было право обманным путем это очень серьезная штука то есть когда такое вскрывается он во первых должен будет вернуть все эти деньги во вторых он платит штраф проценты данной зачем это это абсолютно не симпатичная штука вот и отдельный разговор и срок тоже может быть там зависимости от разных обстоятельств так вот вот есть вот это америк тоже которая говорит тебе это все ерунда это не вопрос мы все так и это америка она агрессивная обратите внимание вот на человека да он не просто говорит что паразитировать это лучше чем работать я хочу сказать что в сакрамента профессия строители очень массовая мы видим очень очень много людей которые приезжают из сакрамента каждый день приезжают на работу в кремниевую долину это два часа в один конец но не может быть ночует здесь где-то по-разному бывает очень многие строители из сакрамента сюда ездят на работу здесь больше платят но не только люди с green card или там нелегалы до молки типа green card человек green card и не должен работать на стройке там где нелегалы он еще с ошибками написал но там и из green card и полно народу там граждан сша полно вы не знаете сколько граждан сша работают из наших соотечественников работают на стройке и они там какие тут слова были интересны не рвать себя и не губить на стройках оказывается стройка это место где люди рвут себя и губят себя то есть это паразитирование возведенная в ранг жизненной философии и те люди которые говорят что надо работать это какие-то нехорошие люди они обманывают других можно же паразитировать и вот это та другая америка для одних америка это место где ты приезжаешь и тебе никто не мешает стать тем кем ты хочешь стать кем ты можешь стать это америка которая я вот представляю на нашем канале я рассказываю как стать кем-то и другая америка где можно что-то получить не давая ничего где можно обмануть это это же не только с этим идет вот там есть очень много других аспектов вы когда начнете слушать и другую америку более подробно вы услышите массу замечательных идей например можно договориться друг другом и там скажем сделать вид что у вас было эксидент автомобильный да и выходите к врачам тут есть уже есть специалисты они вам напишут как вы пострадали есть адвокаты которые будут со страховка страховых компаний получать там и так далее свой штук десяточку получил там еще чет получил или там у магазина поскользнулся один шел банку с майонезом скинул а ты типа наступил упал и теперь теперь еще что-то вы не взять и сколько много есть вот этой америки и это америка в претензии ко мне она говорит что ж ты гад не договариваешь то что ж ты правду да не скажешь человеку что же он должен унизиться трудом здоровый молодой парнище его унижает оказывается труд его не пособия для больных для немощных там и так далее унижают а его унижает то что он работать должен да не работай на стройке где хочешь работать я я чё его настройка что ли загнал бывает люди которые не могут настройки почему нет ну не работай настройки рвать себя конечно он должен сидеть на был фире так что друзья я хочу сказать что-то америка тоже есть вот если вы хотите к ней приобщиться езжайте сакраменто там много возможностей вас там научат вот эти ребята вас там научат очень очень многому вот эта оптимизация вас касать и получить на инвестицию нуля вода как максимизировать возврат как бы прибыль на инвестирование нуля это целая наука тут есть люди всю жизнь живут есть люди поколениями живут не работая потому что ну кто же будет работать если можно не работать это другая америка это америка где можно жить и не работать и вот она такая по-своему замечательная так что если кто хочет вот я вам пример привел значит делайте поиск до гуглите на слово welfare кстати на форуме говорим про с там есть не файки называется вики форум вики и там есть про всякие социальные службы там абсолютно абсолютно вся эта информация на есть вам не надо ходить куда-то и искать это все есть то есть а эти службы существуют для того чтобы поддержать человека когда ему плохо а не поддержать человека который хочет украсть то есть который может работать который обещал работать а не сидеть на шее общества вот и вот эта вот фраза о том что у тебя есть green card и ты можешь это ложь твоя green card по лотерею дана тебе с тем чтобы этого ты не делал поэтому не не всякая green card так сказать равна любой другой green card поэтому тут надо так аккуратненько надо счастливо